МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник в галерее Белый зал Кохлоярьевского музея Сланца директор государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника Пушкина Михайловская лауреат Государственной премии Российской Федерации Георгий Василевич и мэр Кохлоярвы Людмила Янченко подписали договор о сотрудничестве между нашим городом и Псковской сокровищницей русской культуры. Как отметили в своих выступлениях представители Кохлоярвы, а также присутствующие при подписании документа член Риги Когу Валерий Корп, этот договор официально закрепляет сложившиеся несколько лет назад отношения между Кохлоярвым и музеем-заповедником Михайловская, дает возможность осуществлять совместные проекты. Мэр Кохлоярвы устроила прием в честь гостей, где ознакомила их с городом, с его экономическим, культурным и социальным развитием. Председатель городского собрания Кохлоярвы Рина Иванова, мэр Людмила Янченко и Валерий Корп отметили, что с подписанием договора они возлагают большие надежды на участие школьников и гимназистов города в образовательных программах, которые создают работники музея-заповедника. Директор же Михайловского Георгий Василевич заверил, что никаких препятствий для участия детей и молодежи Кохлоярвы он не видит. После приема у мэра в галерее «Белый зал» состоялась церемония подписания договора. Прибывший на церемонию подписания договора консул Генерального консульства Российской Федерации в Нарве Андрей Сургаев тепло поздравил эстонский город с официальным обретением нового культурного партнера. Он высоко оценил усилия властей города, направленные на развитие культурных связей с Российской Федерацией. Андрей Сургаев напомнил, что именно в Кохлоярве впервые в мире открылся зарубежный виртуальный филиал Государственного русского музея. Город имеет договор с музеем Пушкина в Санкт-Петербурге, принимает у себя искусствоведа из Государственного Эрмитажа. А городское объединение художников дружит с Академией художеств северной столицы России, где для живописцев из эстонского города организуются мастер-классы. Директор Пушкинского заповедника Георгий Николаевич Василевич сказал канал ЛИТОС. Для нас оно необычайно важно, как возможность новой страницы нашей совместной деятельности между Пушкинским заповедником и Кохлоярвой, и землей Идуверома. И я думаю, что мы с этой задачей непременно справимся общими усилиями. Прежде всего, конечно, это совместное творчество музейно-образовательное, итогом которого будут уверены и стихи, и, возможно, прозаические произведения, и интересные выставки каллиграфии, и интересные художественные выставки. Все это, я думаю, что мы в ближайшее время попробуем сделать. Сразу же после церемонии подписания договора в Белом зале состоялось открытие весенней выставки работ членов Кохлоярвского городского объединения художников. На ней представлено 56 работ 21 автора. Для гостей из Пушкинских гор приятным сюрпризом стало несколько работ, сделанных художниками из Кохлоярвы на пленэрах в Тригорском и Михайловском. Сопредседатель объединения художников Кохлоярвы Айвар Рихранд на фоне своих работ, представленных на выставке, поделился впечатлением от прежних поездок на пленэры в Пушкинские горы. Ой, впечатление шикарное, потому что такой радушный прием всех работников музея, администрация, которая нам предоставила шикарную возможность проживать в гостевых домах, бесплатно практически для всего этого был предоставлен и транспорт, и сопровождение гидами, экскурсоводами. То есть это было очень здорово. Конечно, художники уехали с таким вдохновением, с серьезными впечатлениями, и вот это желание возвращаться туда, оно теперь постоянно присутствует, и вот поэтому и сотрудничаем дальше, и хочется этого. В белом зале выступили артисты фольклорного ансамбля, которые приехали в Кохлоярве вместе с делегацией музея. До этого гости из Псковской области побывали в одной из школ Кохлоярве. В среду делегация побывала в Пюхтинском женском монастыре, а также в музее Русского культурного общества Кохлоярве. Субтитры сделал DimaTorzok